Послание Радия Хабирова направлено на формирование авторитета республики за ее пределами, взвешенной социальной и инвестиционной политики. Так эксперты прокомментировали оглашение главного политического документа года Государственному собранию республики. По словам Радия Хабирова, за год работы в Башкортостане его команде удалось преодолеть отсутствие единства среди элиты общества. Только так возможно укрепить экономику и создать благоприятные условия для прихода инвесторов. Свои планы по увеличению производственных мощностей сегодня имеет УГМК Холдинг, Ласселсбергер, Газпром, Нефтехим, Салават. Много проектов в сельском хозяйстве. Так, в Стерлитамакском районе планируют создать комплекс по глубокой переработке зерна. Объем инвестиций может достигнуть 63 миллиардов рублей. В 2019 году в регионе появились еще три новых территории, опережающие социально-экономическое развитие. Принято решение расширить индустриальный парк-промцентр еще на 10 тысяч квадратных метров. Подана заявка на создание в Стерлитамакском и Ишимбайском районах особой экономической зоны под названием Алга, что в переводе с башкирского означает «вперед». По мнению экспертов, большую роль в развитии малого предпринимательства сыграло создание института бизнес-шерифов в районах. Бизнес нуждается в защите от необоснованных проверок и претензий со стороны надзорных и правоохранительных органов. Действительно, за этот год мы достигли некоторого успеха, но в контексте моем, как уполномоченный об защите прав предпринимателей, тоже я для себя некоторые тензии записал. Во-первых, это главная коммуникация, главное людей услышать, и в том числе и предпринимателей услышать. Одно дело привлечь инвестиции, а еще нужно их сохранить, и чтобы на рабочем уровне не было проблем с реализацией этих инвестиций. В следующем году мы создаем новые инструменты. Два раза в месяц принято решение, мы делаем совещание по инструментам развития республики Башкортостан. Поэтому буквально в начале года уже выйдем к нормальной понятной стратегии развития. Если говорить о фундаментальности, о которой я тоже заявил, то фундаментальным является то, что во главе угла стоит тоже человек. Большая часть послания касалась социальной политики региона. В частности, Радий Хабиров сообщил, что система здравоохранения пополнилась новыми сотрудниками. В больницы и поликлиники пришли 660 человек. В Дюртюлинском и Туймазинском районах вскоре достроят новые детские поликлиники. В Языково появится хирургический корпус ЦРБ. За пять лет планируют построить 60 новых школ. Это 45 тысяч новых мест. Что касается пятидневки, то такой график обучения себя оправдал, считает глава региона. Есть амбициозные планы создать в республике Евразийский федеральный университет и межвузовский кампус на 150 кафедр. Это позволит сократить отток абитуриентов с хорошими результатами ЕГЭ из Башкортостана. К сожалению, число уезжающих учиться в другие учебные заведения других регионов, других стран. Это в том числе и ответ на вопросы и по поводу кампуса, по поводу размещения. Поэтому я считаю, что это реализуемо. Но естественно, что только строительство самого здания, самих корпусов это такая полыстория. Очень важно будет качественное наполнение. Поэтому здесь как раз понадобятся усилия для того, чтобы привлечь лучших специалистов. В ходе своего послания Ради Хабиров благодарил за работу простых тружеников, предпринимателей, ученых, врачей, тех, кто обрабатывает обращения в системе инцидент-менеджмент. На церемонии гостям показали ролик о семейных ценностях, режиссером которого стал Айнур Аскаров.